Пятого декабря 2011 года в России начался политический протест против режима Владимира Путина. Этот протест был спровоцирован с фальсифицированными выборами в Государственную Думу. С тех пор прошло два года. Аншлага не было. Отметить вторую годовщину начала массового антипутинского протеста пришло человек 50-60. Зато зажгли так, что полицаем пришлось пошевелить булками. И даже если законный одиночный пикет на них подействовал как ультразвук на крысу, то развернутый активистами незарегистрированной партии 5 декабря транспарант заставил просто вспотеть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На каком основании? Без основания? Без основания? Вы слышали, все без основания нет. Как вас зовут? Как вас зовут? Девушка, забирай, Виталий. Не, надо представить. Ребята! Девушка, забирай. Особую активность проявил так и не представившийся подполковник, от которого разила перегаром, как от нерадивого сантехника. Задержали трех человек. Наталью Пелевину, Андрея Быстрова и Александра Ерофеева. Сламывают машину. Наталья Пелевина только что была задержана. Ручкой нам помаши. Вот так. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Россия будет свободной. Но протестующие взяли полицейскую машину в плотное кольцо. Правоохреневшим пришлось в буквальном смысле прорываться сквозь окружение, чуть ли не давя живых людей. Выпускай! 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 На фонари их! Давай! Стой! 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 Чему дали быстрее? Уважаем! Новый год уже праздник. Вы что себе позволяете? А если вы уже не работаете? Привет! Вы в курсе, что вы несколько раз нарушили закон? Алло, алло. Да. Он пьяный. Он пьяный. Господин подполковник? Да. Ну что говорить? Он пьяный. Эту прелестную картину наблюдал канал Life News. Известное заведение габреляновских плечевых, привыкших отдаваться Кремлю во всем блеске Камасутры. Приняв привычную позу, жрица второй древнейший уже открыла рот в предчувствии сладкого порока. Но в прямом эфире случился конфуз. Этакий привет борделю от целомудренных граждан. Говори правду! Говори правду! Плененных на чистых прудах доставили в ОВД Басманное, где продержали ровно три часа, минута в минуту. Полицаи тоже бывают пунктуальными. Наталья, добрый вечер. Добрый. Со свободой вас. Спасибо большое. Как она? Свобода лучше, чем не свобода? Значительно, надо сказать. Поэтому мы за нее так и боремся. Что вам шьют? 22, собственно. Что это такое? Стандартное. Это значит, мы нарушили правила проведения пикета. Некоторым образом. Вот, собственно. Вот это все, что нам сегодня вменяли. Ну как ощущения? Будете продолжать в том же духе? Конечно, однозначно. Мы не могли сегодня не прийти на чистые пруды. Я очень рада, что мы пришли. Сдаться без боя мы тоже не могли, на мой взгляд. Это было бы тоже совершенно неправильно с нашей стороны. Конечно, будем приходить снова. Будем приходить каждый год. Я думаю, будем собираться и не только по 5 декабря, а и по другим числам тоже. Надо продолжать бороться за нашу свободу, о которой вы как раз и сказали. Над входом в ОВД «Басманная» висит такая замечательная надпись «Доверие народа, сила полиции». Но, к большому сожалению, так получается, что ратуя за свободу в России иногда приходится посидеть за решеткой. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.